гуру спрашивают почему не нужно прощать вы уже это знаете дело в том что человек является и человеческая жизнь является некой школой жизни и человек на протяжении жизни должен чему-либо обучаться или чему-либо научиться когда человек допустим у человека есть любимый человек с которым он живет потом этот человек стал негодяем предал такую женщину допустим если это мужчина и женщина и отвернулся бросил детей и ушел то эта женщина начинает думать ну ничего страшного я его прощаю но это же была школа жизни если вы считаете этого человека негодяем он же вас бросил то необходимо его считать негодяем почему если вы считаете таких людей которые бросают негодяями то уже тех людей которые придут к вам и вас бросят не будет почему потому что это ваша школа жизни вот знаете как один мясник мой знакомый из харьковского холодногорского рынка когда-то сказал слова умного человека можно обмануть только один раз первый и он же последний я с ним абсолютно согласен но происходит всегда по другому мы очень часто попадаемся на обман тех людей которые занимают у нас деньги и когда человек занимает у нас деньги это выглядит так там тамара алексеевна дайте денег и вы потому что мне надо вы отдаете деньги этот человек исчезает не хочет отдавать морочит голову и длится это постоянно потом находится второй человек который говорит тамара ивановна займите мне еще денег и так происходит на протяжении жизни 100 человек заняла у тамары михайловны или тамары ивановны деньги она потом в недоумении начинает мне говорить андрей андреевич почему так получается что у меня постоянно занимает кто-то деньги и эти деньги не отдает но потому что человек который дает деньги в долг он обижается но прощает а что нужно сделать необходимо идентифицировать себя и сказать видимо что-то со мной не так лицом моим с внешностью но когда я занимаю деньги мне их не возвращают не хотят именно поэтому хочу вам сказать если вам даже один или два раза не отдали то скажите себе я не занимаю деньги почему но это же смешно я их занимаю мне их не отдают как так может быть ниже их не отдают вот у меня часто такое явление было в свое время из-за того что у меня такое лицо доброго человека у которого запросто можно занять деньги но я если честно никогда и не отказывал сам голодный был на деньги занимал и каждый раз люди которые хотели хотели у меня занять каждый раз такие люди появлялись вновь и вновь ну и в какой-то момент я понял что мне никто не отдает и как-то ко мне позвонил человек алексей говорит андрей андреевич можно у вас занять денег я говорю нет он говорит почему ты не поверишь но когда я занимаю дети мне их не отдают никогда говорит но я отдам я говорю нет я уже не хочу это не дело в тебе это дело просто мое уже я не верю что мне можно отдавать поэтому я считаю что и занимать больше не буду и я теперь не занимаю вот буквально сегодня звонил человек и говорит мне андрей андреевич займите или дайте и так далее говорю нет нет я не занимаю не даю почему решение чужих проблем заставляет человека быть носителем этих проблем у меня нет долгов я решаю вопросы чужого человека у которого есть долги сам становлюсь должником все кармический долг этого человека переходит или часть его переходит на меня все зачем мне это надо